Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Стали известны имена еще двух участников, которые покинули проект. Это Иван Щебану и Вадим Уфимцев. Юлия Ефременкова прокомментировала эфиры, в которых показывали ее скандал с Мариной Тристановной Абрамсон. Оказывается, в эфир попала далеко не самая страшная. Организаторы посчитали за лучшее вырезать те эпизоды, где Абрамсон кидалась в нее вилками, кусала за руку, плевала и проклинала последними словами. «Слава Богу, нож собрали», – пишет Юля. «Я не знаю, чтобы была неадекватная женщина». Андрей Чуев показал свою новую девушку. Он написал ей много красивых слов, восхваляя ее аромат, вкус тела, улыбку, глаза и так далее. Девушке, напомним, всего 19 лет. А по Марине Африкантовой, которая улетела на остров любви, скучает только ее подружка Маша Кахно. Она пишет трогательные посты о женской дружбе, поддерживает Марину. Никита Кузнецов высказался о ситуации с Африкантовым и Чуевым. Он сказал, непонятно, кто говорит правду, а кто врет. Раньше Марина казалась цветочком, который растет в райском саду. Но в последнее время ее поведение перечеркивает этот образ. Многие ребята на поляне предлагают Марине свою помощь, чтобы встретиться с Чуевым и поставить его на место. Но она отказывается. Судя по всему, ей хочется, чтобы эта история продолжалась и дальше. Ведущая Ольга Орлова переборщила с пластикой. На новом снимке в ее микроблоге Орлову невозможно узнать. Лицо стянуто настолько сильно, что напоминает восковую маску. От былой красоты Ольге не осталось и следа. Она становится страшной, хотя раньше ее лицо было весьма милым. Лиза Полыгалова прокомментировала свое расставание с Ваней Барзиковым. Это было обоюдное желание и пути разошлись окончательно. Ольга Бузова не смогла выиграть награду «Старт года» музыкальной премии РУ-ТВ. Но Бузова уверена, что у нее еще все впереди, она не расстроена. «Для себя я уже победитель», – пишет Ольга. Ксения Бородина появилась на этой церемонии не в компании супруга Курбана Омарова, а вместе со своей семилетней дочерью Марусей. Катя Король решила сделать двойную пластическую операцию. Одна из них – ринопластика, а вторая пока – секрет. Оксана Ряско рассказала журналистам о своем романе. У них все было хорошо в отношениях, пока она не обнаружила переписку своего бойфренда с одной из бывших любовниц. Теперь она продолжит отношения с 50-летним бизнесменом, только тогда, когда увидит от него предложение руки и сердца. На канале ТВЦ вышла передача «Злостный папа». Одними из героев стали Антон и Женя Гусевы. В передаче Женя заявила, что она собирается судиться с бывшим мужем. Антон после развода не заплатил ни копейки на сынах, хотя он постоянно тратится на отдых. Он даже редко видит сына. Сам же Гусев говорит, что каждый месяц дает деньги на продукты. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин